всем добрый день привет аддиты из канады и сегодня последний ремонтный влог я надеюсь что вы рады я обещала вам что у меня будет еще один процесс как мы все делали но я просто вижу что их никто не смотрит мои влоги я думаю что это не особенно кому-то интересно а наверное показать до и после все-таки я должна и я с удовольствием сама хочу это сделать и наверное это будет более интересно для многих моих зрителей чем сам процесс ремонта и так давайте смотреть что у нас получилось и Субтитры подогнал «Симон» 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 положила на пол, в гараже и показала, какая это будет у нас плитка, я не заметила, что она глянцевая, блестящая, потому что она не сверху, она была покрыта пленкой. И я не обратила на это внимание, вернее, я просто не видела этого, но когда они начали перенесли коробки из гаража, чтобы класть, начать класть пол, и на мое счастье, я работаю из дома, я была дома в эту минуту, они меня позвали, чтобы показать вот этот вот рисунок в центре, который я здесь выкладывала, не я выкладывала, они выкладывали, но я придумала, они меня позвали, чтобы разметить вот этот вот рисунок, и стали вытаскивать эту плитку из коробок на полу, и я с суши, сняли эту пленку, и с суши обнаружила, что она блестящая, аниматорая, в общем, я пришла в жуткий ужас, потому что магазин сейчас закрыт, поменять что-либо практически невозможно, в общем, это была история с географией, я абсолютно не знала, что делать, но на мое счастье, наш парень, который у нас сделал ремонт, он имел связь прямую с магазином, в котором мы покупали эту плитку, он их знает лично, он их знает телефон, их селфом правят, не в магазине, он ему позвонил, он с ним договорился, в общем, он забрал у нас неправильную плитку, отвез назад магазин, поменял ее на правильную плитку, все это заняло один день, в общем, это было просто супер шикарно, классно, потому что я, честно говоря, очень расстроилась, потому что я думала, что куда, куда бежать, что делать, когда все магазины закрыты, ну, в общем, вот так вот он справился, разрулилась ситуация, я очень благодарна за это, так что вот с плиткой все нормально, какие еще у нас возникли проблемы по мере, по мере ремонта, сейчас я вам покажу, это уже была проблема, как бы упущение тех людей, которые нам делали ремонт, как вы видите, вот в этой ванной у нее сток, есть вот внутри, вот этот сток, и он идет отсюда, вот так вот труба, и уходит в пол туда вниз. Ребята, когда размечали место для труб, чтобы поставить трубы для того, чтобы стекала вода, они вот про эту вот палочку, вот эту вот железную, красивую, они забыли, что она есть в этой ванне, хотя, на самом деле, я нашему ремоннику посылала фотографию этой ванны и спрашивала его, будет ли проблема ее установить, потому что ну, чтобы он видел, что есть вот эта вот палка, я же не знаю там детали, как это сложно или легко, и, в общем, они решили, что этой палочки, здесь палки этой не будет, вот этой трубы, и они сделали место для стока ванной, воды из ванны, вот в том месте, где находится вот это вот отверстие в ванной, то есть намного левее того места, где оно должно было быть. Все это обнаружилось в последний, ну, последний день, когда он пришел к нам, он, в принципе, сделали нам ремонт довольно быстро, не из-за 12 лет, и вот в последний день, когда они уже все здесь заканчивали, прикручивали краны, устанавливали вот эту самую ванну злосчастную, а когда они устанавливали, они вдруг поняли, что есть вот эта вот труба еще одна, и сток должен быть где-то так сантиметров, где-то на полметра правее, чем там, где он сейчас был. Плитка уже лежит, все как бы уже, все дырки прорублены, то есть, значит, надо снимать плитку в этом месте, перекладывать, переносить трубы. В общем, я когда это, они меня позвали, они мне объяснили ситуацию, сказали, что они вот так вот облажались, мягко говоря немножко, и я тоже пришла в ужас, потому что я поняла, что сейчас нужно снимать опять кусок, ну, хотя бы несколько плиток, нужно там цемент под ним уже все переделать, трубы, в общем, это был большой кусок работы, и они, в общем-то, занялись всем этим, и где-то вот в последний день, когда они должны были закончить, они у нас были часов до 9 вечера, до 10 даже, в общем, здесь стоял грохот, шум, гам, потому что они срубали вот эти несколько плиток, вырубали этот бетон, и там все, что надо было подвинуть, перенести, переносили эти трубы, потом снова клали эту плитку, в общем, это был самостоятельный дом. В результате он, это было в субботу, он должен был закончить ремонт, в результате они не закончили, и пришли к нам еще на один день воскресенья, полдня, они тут уже заканчивали, делали финиш весь, там немножко подкрашивали где надо, там что-то еще делали, я уже не помню, но, во всяком случае, все, слава богу, закончилось хорошо, это взяло немножко больше времени для них, и немножко нервов для меня, ну, в общем-то, как бы все закончилось хорошо, и слава богу, еще одна, еще одна их оплошность, которую они сделали, сейчас я вам тоже покажу, если мы внимательно присмотримся, то вот под этим вот зеркалом, вот здесь вот внизу, находится еще одна розетка, ну, естественно, она совершенно бесполезна, она недоступна, ситуация была в том, что человек, который нам делал электричество, он не рассчитал, они хотели сделать еще одну розетку, вот здесь вот возле вот этой вот тумбы, чтобы была еще одна дополнительная розетка, парень, который делал электричество, я не знаю, о чем он думал, потому что вот эта тумба все время стояла там, ее можно было померить, можно было посмотреть, какой она длины, и как бы понять, где нужно делать розетку, почему-то он этого не сделал, он плюхнул розетку вот куда-то вот сюда, вот в это вот место, ну, и что было делать, опять же, это все обнаружили в последний момент, когда стали вешать зеркала, когда установили эту тумбу, и я сказала, ладно, ребята, оставьте это в покое, потому что для того, чтобы ее переносить, нужно было делать дырку в стене, заделывать предыдущую дырку, двигать там электрические провода, снова красить это все, это был последний день, и я сказала, вот это, пусть, у нас, в принципе, достаточно розеток, у нас есть вот здесь вот две розетки, которые у нас собственные были, у нас до ремонта были здесь две розетки, и больше не было, еще одна у нас есть розетка в шкафу, в этой, в этой тумбе есть розетка, вот здесь вот, видите, чтобы сюда можно втыкать фен, и они, да, ее подключили, они там сзади сделали электричество, и они подключили эту розетку к электричество. То есть, в принципе, я могу сюда втыкать, втыкать все, что мне нужно. Вот. И так что, в принципе, у нас есть много розеток, и это вообще даже не проблема. Там, кстати, есть даже этот самый. Я этого не видела. Видите, здесь есть розетка и есть USB порт. Да? Правильно? Да. Класс. Это здорово. И вот, если мне нужно, я могу вот так вот включить. Видите, она загорается. Это значит, что я могу включать сюда все, что я хочу, и даже USB. То есть, мне даже не нужен USB порт специальный. Так что, в принципе, я сказала, ну, бог с ним. Ладно, пусть будет, как будет. Кстати, заметьте, как закрываются дверцы. Видите, они закрываются сами. Я чуть-чуть их прикрываю, и мне не нужно двигать, ну, как бы, пушить ее до конца. То же самое с ящиками. Вот, я открываю ящик, и он вот так вот сам и закрывается. Не закрывается. Сейчас давайте попробуем еще раз. Открываю. Закрывается. Значит, это уже была моя, так сказать, мой пробел. Я хотела душевую как можно больше, как можно больше, максимально большую, как только это возможно. И мы сделали ее с этой стороны от двери до окна в результате. Например, крючок для полотенца, чтобы повесить, чтобы вот выходить из душевой комнаты. Хотя, в принципе, полотенце можно вешать вот сюда вот на ручку. Ну, я не знаю, как это. В принципе, можно, да. Но, в принципе, я думала прибить крючок вот сюда, вот возле, возле душевой кабины. Но, на самом деле, здесь это мрамор. Очень не хочется здесь ковырять дырки, потому что не хочется в мраморе ковырять дырки. Пока что мы обходимся вот так. Мы к двери приделали вот такую вот вешалку, и на нее мы вешаем все полотенца для того, чтобы выйти из душа. Но, вы знаете, мне это, в общем-то, мне очень нравится. Это некрасиво, это неэстетично. В общем, будем думать, что делать дальше. Так, теперь это уже про все. По-моему, сейчас уже про все недостатки я рассказала. Сейчас я вам буду рассказывать, что мне нравится в этой ванне. Мне нравится мне все. Во-первых, посмотрите, какая она светлая. Если вы помните, какая она была, то посмотрите, насколько она сейчас светлая. Потому что те же самые два окна, но здесь сейчас намного больше светильников. Вот эти вот потолки, вот эта вот маленькая люстра, которая, в принципе, больше для красоты, но, тем не менее, это лампочка, и она дает свет. И два окна, которые, в принципе, как и были, которые дают тоже свет. Но за счет того, что она вся белая, за счет того, что светлые стены, светлый пол, она выглядит намного более светлой. Что еще я хотела показать, что вы, наверное, не обратили внимания, если вы видите, вот эта вот штука, это выключатель. Для нового они поставили новый фен. Он в потолке не фен, в смысле для волос, а фен, это я так называю по-английски, но на самом деле это вентиляция. Когда вы ее включаете, вот здесь вот этот выключатель, вы можете включить и поставить ее на минуту, на 10, на 5, на 20. То есть тут есть таймер, насколько вы можете включить вентиляцию, и вам не нужно возвращаться ее выключать, а она, в принципе, выключится сама. Это очень удобно, и очень мне это нравится, потому что раньше у нас этого не было. Что еще мне очень нравится? Мне, конечно, очень нравится то, что очень удобно вот это сейчас все мыть, потому что раньше, если вы помните, у нас была раковина, которая вот так вот внахлёст выходила на каунтер, и там под ней собиралась всякая разная, в общем, много было грязи, которую было очень трудно отмывать, а сейчас это все очень удобно вот так вот тряпочкой вот внутрь все, и все чистенько, все капли, все крошки, все, ну крошек здесь нету, здесь никто не ест в ванной, на самом деле, но очень-очень это удобно все мыть, это все новое, это все чистое, очень много сториджа, то есть места для хранения разного всякого, потому что эта тумба действительно очень большая. Я очень довольна дизайном того, что я сделала. В принципе, это все было моей идеей, моей идеей, мой дизайн, выбор плитки, выбор ванной, выбор вот этой вот, вот этой тумбы, люстр, душа, и вот мне очень нравится, если честно, мне очень нравится, я не знаю, как кому, вот этот вот, вот этот вот рисунок, который я решила выложить в центре своей ванны, потому что мне кажется, что он придает какого-то, ну, чего-то необычного, интересного, и какого-то такой шика, роскоши немножко этой ванны, потому что если бы вы просто согласитесь, гладкий пол под мрамор, было бы менее интересно, а в принципе, вот эта штука, мне кажется, она очень-очень удачно сюда вписалась, в общем-то, мне нравится. Хочу еще обратить ваше внимание, вот эта, собственно, штука на полу, это у нас в Канаде, это для вентиляции и для, когда тепло идет из этой, тепло и холод, кондиционер, когда включен, он выходит, то есть у нас такая система, что у нас есть в стенах вот эти вот трубы, когда мы обогреваем дом, или когда мы охлаждаем кондиционером, все выходит вот через вот эти вот отверстия, такие решетки. И вот я хочу вам показать, как красиво они это сделали. Они даже вырезали, видите, это плитка, это кусочек плитки от пола, они положили, как-то установили туда, чтобы оно, в общем, как бы сочеталось с полом, выглядело не очень, бросалось в глаза. Точно так же я хочу вам показать, вот, например, видите, бордюр, то есть они сделали не деревянный, они сделали из той же самой плитки, вырезали вот такие вот кусочки, и там, где везде нужен бордюр на стенку, они его сделали из той же самой плитки. По-моему, это очень тоже хорошее решение. Ну вот, собственно, и все. По-моему, я вам все показала, все, что хотела показать. Закрываются наши ремонтные влоги. Вы можете вздохнуть с облегчением. Все, больше не будет ремонта на моем канале. Но, во всяком случае, я думаю, что до и после картинки, которую я обязательно вставлю в это видео, в начало или в конец, тоже посмотрим, как пойдет, я думаю, что у вас будет возможность сравнить, посмотреть, как было, как стало, и вы оцените, так скажем, мою работу, как дизайнер этого помещения. На самом деле, это действительно правда. Я это все как бы придумала сама, все подпирала, покупала, зеркала, краны, и, в общем, все, что я, все, что здесь сделано, это все было, так сказать, плод моей фантазии, моего воображения. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно посмотреть, как это все происходило. Я очень буду вам благодарна за отзывы, за отклики, за ваши комментарии, потому что мне очень интересно, что вы думаете по поводу моей ванны, как получилось, что получилось. Очень жду вас в комментариях, встречаемся в комментариях, люблю целую, ваши дипы, привет из Канады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!